Директор санатория Владимир Симонов вот уже 20 лет трудится на благо своего предприятия. Он вдохнул новую жизнь в мотылёк и в юбилей не сходил со сцены. Я считаю, что у нас одно из лучших лечебных учреждений в городе. Нас признали, к нам едут. Люди, которые у нас побывали, от нас уже не отказываются. Едут не один раз, много-много-много раз. И помогаем мы людям. Мы в этом году произвели хороший ремонт. К новому сезону мы хотим построить два бассейна взрослые и детские. Реконструировать остатки номеров, которые пока у нас ещё не в той категории евро. И самое главное, медицинскую базу. Мы очень много направлений. Ну пусть это пока изюминкой будет. Искренне поблагодарили ветеранов санатория, стоявших у истоков возрождения здравницы. Это участник войны Пётр Слесарев, заведующая складом Екатерина Загорулько. Валентина Булатова прошла путь от простой горничной до старшего администратора. Молодые кадры нисколько не отстают от ветеранов и стремятся сделать мотылек ещё лучше. Учредители санатория, председатель совета директоров, заместитель генерального директора военного концерна ПВО «Алмаз-Антей» Борис Белоцерковский и генеральный директор научно-производственного объединения «Алмаз» Виталий Нискородов поздравили всех сотрудников санатория и наградили почётными грамотами и денежной премией лучших работников. Конечно, хотелось бы, чтобы более чем 100-тысячный коллектив концерна, предприятий, имел возможность как-то побывать здесь, в прекрасной Анапе, в санатории, прикоснуться к вашим заботливым рукам, получить вот этот заряд на будущее. И мы будем к этому стремиться. В мотыльке особая лечебная база, которая создана практически с нуля доктором с большой буквы, заслуженным врачом России Марии Хижняк. Марию Степановну наградили медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. Очень многие специалисты получали в этот день благодарности главы города и Совета депутатов. Заместитель министра курортов и туризма Краснодарского края Лолита Авдеева также отметила санаторий «Мотылек» наградами министерства. А Анапская региональная ассоциация среди множества наград и благодарностей вручила икону, привезенную из Италии.